привет с инстаграмом немножко разобралась сегодня у нас не получился эфир в этом в клубе потому что что-то и с интернетом не то было и в инстаграме все пропадало вот а после этого эфир мы с ребятами сразу же пойдем в клуб поболтаем там как сегодня прошел день потому что у нас уже в некоторых третьи сутки по моему это 11 до в некоторых уже третьи сутки а некоторые на мы готовимся только вот ребят кто хочет присоединиться к марафону то можно присоединиться в любой день потому что там есть все эфиры в записи если что посмотрите может быть вам какие-то чистки не не обязательно поэтому присоединяйтесь так я хотела youtube открыть чтобы там читать вопрос если что если получится у меня защите свои деньги от инфляции установить привет римочка на сыроедении у меня темнеет под глазами как же быть это первое время первое время будет потом пигментацию идет темнеет под глазами это потому что так все темнеет под глазами у меня тоже темнеет под глазами бывает но там какие-то определенные периоды средние тоже нужно смотреть какое у вас она бывает очень разным потому что у меня были такие случаи доходили что у меня глаза прямо не вот туда вот западали вот и так достаточно было некомфортно некомфортный вид такой был у меня на лице были тогда одни глаза причем запавшие нос и губы и все у меня больше ничего не было я как это ходила у меня вот эти вот скулы очень сильно прямо вот они мне сейчас такие вот но поэтому если если хотите можете написать что какое у вас сыроедение потому что она бывает вообще разным и тогда мы посмотрим почему темные круги потом темные круги это же это печень у вас чем-то печень не справляется потому что сыроедение бывает очень жестким и желчь она не бывает что не успевает выходить она начинает как трамбоваться и от этого у вас идут вот эти вот не совсем не совсем корректные наверное как природный корректор не совсем корректно лице появляется да такое бывает но нужно будет вам питание поменять и посмотреть насколько вы активны потому что если вы не запускаете лимфу у вас будут вот эти вот не очень таки приятные вылазить всякие штучки и на лице и кожа будет как пергамент но кожа она потом восстанавливается кожа если вы чем больше вы начинаете вводить сухих дней тем быстрее начинает восстанавливаться кожа то есть она сначала становится очень тонкой прям такая вот с морщинками а потом у вас начинает вырабатываться собственное масло собственный жир вот этот вот и она такая становится достаточно приятная и разглаживается она прям такая становится как у младенца все это скажите пожалуйста как себя чувствует кожа морщины меньше становится сначала она наоборот вот я говорю сначала она тонко становится как пергамент и вот эти вот гусиные лапки потом вот вот эти вот у кого есть предрасположенность может быть да вот она становится такие вот прям такие вот и сильные а потом она как как она как будто бы наполняется то есть организм изнутри начинает просыпаться и начинает вот это вот маслянистость из кожи выходить и она становится прям такого масла я кремами не пользуюсь никакими потому что мне как у меня вообще последнее время я не могу пользоваться кремами потому что они наоборот какой-то аллерген начинает выходить у меня то прыщик какой-то вылезет если чем-то помажешь вроде хочется чем-то никак не получается вот единственное что бывает это кокосовое масло просто кокосовое масло вот еще очень хорошо девочки пишут кокосовое масло но я кокосовое масло не могу потому что когда-то я пробовала чистится кокосовое масло и у меня сейчас от одного запаха не могу в общем и тут кстати недавно купила в капсулах кокосовое масло думаю помажу ресницы с бровями чтобы были погуще потому что раньше все время бабушки рекомендовали то есть раньше же не было вот в этих вот сейчас уже каких только масел нет все все для вас но я такими маслами не могу пользоваться у меня потому что сильно аллергия и вот купила просто кокосовое масло помазала на ночь вот ночью я лежала смотрела сериал всю ночь просмотрела сериал и глаза очищутся думаю ну видимо потому что я давно уже не пялилась только в телефон это утром смотрю у меня видимо от кокосовое масло у меня прям вот так вот все красное то есть я настолько начисалась такая аллергия была страшная так подождите ребят уехали как запустить лимфу лимфу запустить в клубе мы как раз говорили очень хорошо травки запускают лимфу сейчас вам скажу какие и конечно же физика ходить побольше ходить не знаю есть вы в клубе или нет корень солодки и тысячелистник нормализует лимфотока очищает кровь попробуйте вот их попить корень солодки и тысячелистник заваривать точно также на пол литра горячей воды по пол чайной ложечки того и того за 30 минут она заваривается и пока она тепленько достаточно тепленькая вы нужно выпивать выпивать желательно не на голодный желудок на голодный желудок желательно делать физику физические упражнения любые ходьба кто-то любит бег плавание велосипед то есть не тяжелое железо может быть кто-то любит йогу на голодный желудок занимаемся а потом выпиваю от этого травку через минут 30 после того как позанимались так я использую кокосовое масло и делаю массаж всего лица и губ в том числе до касторовая неприятно да кокосово-косово очень приятно мне очень нравится да вот ребята сегодня хотелось бы поговорить запросы были про про детей но не просто про детей наверно ярик потише либо идите на улицу либо совсем тихо сидите про детей но не просто про детей мы уже понимаем что у нас детьми очень часто бывают какие-то не совсем не совсем те отношения которые мы себе представляли и сегодня я бы хотела поговорить у нас сейчас в нашем мире очень-очень много разводов очень много детей живет либо с матерью либо с отцом когда у нас неполные семьи и очень часто родители себя чувствуют наверное такими виноватыми и начинают для ребенка делать наверное что-то немножечко больше чем делали даже в какой-то в совместной жизни то есть как будто бы за начинают сглаживать свою вину и ребенок очень быстро тоже к этому привыкают уж ему все вниманием у него все хорошо но если вдруг появляется например в жизни мамы либо в жизни папы другой любимый человек другой мужчина либо другая женщина мама либо папа пытаясь ребенка со второй со своей второй половиной как-то более или менее чтоб они хорош в хороших отношениях были они ему уделяют достаточно много внимания вместе и новый член семьи который приходит в их семью пытается как-то показать себя с наилучшей стороны что на него можно положиться что он такой что он принимает что он готов любить и отдавать этому ребенку максимум всего и ребенок конечно же в этих отношениях достаточно комфортно себя чувствует как бы не терзала какая-то вина какого-либо члена семьи и вот это вот состояние оно если потом мужчина с женщиной так продолжают жить и у них вот эти вот дети от предыдущего брака то дети себя достаточно комфортно чувствуют либо снова мужчиной мамы либо с новой женщины папы но как только появляются совместные дети второй брак то ребенок автоматически себя начинает чувствовать как будто бы выброшенным за борт первый ребенок от первого брака то есть он понимает что не только мама либо папа сейчас нашли себе вторую половину которой они уже относятся достаточно нейтрально пусть не будем говорить да там про большую какую-то любовь просто нейтралитет то есть ему комфортно ему нормально заниматься делами родители здесь он его видит что он его любит он его ему дает максимально много внимания либо просто дает внимание и ребенок достаточно комфортно существует но как только он видит что у нового мама либо у новой папы с его мамой с его папы давайте не новой мамы но папа мне это не нравится у ребенка всегда есть одна мама и один папа вот и либо у мамы либо папа вот с его новой пассии второй половины когда рождается ребенок он себя автоматически чувствует как будто бы откинутым назад то есть он видит что мама или папа все свое внимание отдают этому вновь родившемуся ребенку в детской голове в детской детской психики пока еще невозможно объяснить что это маленький ребенок что ему нужно максимум внимания что он не может что-то сделать самостоятельно как ты потому что ты уже больше и вот эти вот все моменты чтобы мы не говорили ребенок их может услышать но принять он их не может он ему очень сложно это принять потому как вы наверное многие наблюдали что даже старший ребенок все время чувствует себя недолюбленным по отношению к младшему и даже если вы уже в достаточно зрелом возрасте там вам может быть за 30 за 40 за 50 за 60 и когда вы начинаете общаться с своими братьями и сестрами вспоминая детства вы всегда будете говорить да вот так тебя вот им самый младший тебя вот больше любили но это не всегда но это в процентах восьмидесяти случаев такое есть а тут представляете мало того что пришел в вашу семью другой иной человек и с вашей мама либо с вашим папой создал новую семью ну как бы но нового ребенка новую жизнь дали и вот это вот все максимальное внимание ему во первых ребенок уже не может так реагировать и так рассказать наверное своей маме либо папе о своих чувствах потому что он просто видит что в каком как правило мы же в таких гонках находимся надо туда надо это надо это успеть надо то успеть и вот вот этот большой ребенок он как будто бы отходит на второй план и поэтому нам когда у нас есть дети от первых браков то дети от вторых браков они становятся как будто бы из другой семьи то что из другой семьи это так потому что каждый вновь родившийся ребенок он уже рождается в новой семье даже если мама и папа остались прежними то есть первый ребенок рождается в семье где он один единственный сон родился у него есть мама у него есть папа вот и все внимание ему когда рождается второй ребенок пусть даже один у тех же родителей то у младшего у старшего ребенка у него идет недопонимание то есть сначала у него было вот так вот а тут вдруг раз и с рождением братика или сестренки у него все изменилось ему нужно переформатироваться то есть младший ребенок который только родился он уже родился в другой семье он уже родился там где есть у него брат либо сестра которому дают какой-то определенный процент внимания есть у него родители то есть у их уже четверо в семье и он уже родился в той семье где четыре человека поэтому каждый вновь рожденный ребенок он всегда рождается в новой семье а если у нас еще и рождается ребенок рождается братик либо сестренка не то ли не просто он рождается а если еще он получается и с его мамой либо с его папой но с другой женщиной из другой мужчины то вот этот момент переосмыслить этому ребенку намного сложнее я тут столько вопросов ребят сейчас подождите я договорю глуся я вижу вашу глуся светочка вы умница и красавица все четко конкретно и понятно спасибо глуся но поэтому когда мы взрослые создаем себе новые семьи мы должны четко понимать и четко давать отчет что мы не должны не перед кем но не только что не перед кем сейчас про детей да говорю мы не должны перед ребенком лебезить и делать вот это то что вот я тебе что-то не додала вот я не смогла или не смог сохранить семью вот я вот перед тобой в каком-то ну что-то вот как будто бы вот не что-то не доделал не додал и вот это вот чувство вины если она в нас будет мы его не осознанно передадим это чувство вины своему ребенку и он будет точно так же чувствовать чувствовать вот эту вину что он не смог сохранить эту семью точно так же как и вы И чтобы вот этой ситуации не было, взрослый человек очень чётко и очень ясно должен поговорить со своим чудом, со своим чадом, со своим ребёнком, либо со своими детьми из предыдущего брака. Но поговорить ни в коем случае, ещё раз обращу ваше мнение, не умом, потому что умом мы все воспринимаем. Представляете, какой уровень развития у вас и какой уровень развития у вашего ребёнка. Вы никогда ему ничего не сможете рассказать на уровне ума. Вы всегда будете вот так вот, в параллелях, вы всегда будете разговаривать с ним не тем языком, который он поймёт. Но если вы будете говорить чувствованием, что вы чувствуете? Я чувствую вот это вот. Я чувствую, насколько сильно я тебя люблю. Я чувствую, насколько ты мне дорог. Я чувствую от тебя вот это вот тепло. Для меня оно важно. Я чувствую от своего нового мужчины, либо от своей новой женщины вот такое вот тепло. И мне оно приятно. Но оно никак не соприкасается с тем, как я тебя люблю. И когда вы начинаете разговаривать с чувствованием, вы освобождаетесь от чувства вины. Ребёнок освобождается от чувства вины. И тогда, когда вы с ним начинаете говорить про самое дорогое, что у вас есть, это чувствование. Самое дорогое, что у вас есть, это ваши чувства. Мы здесь все, нам это тело должно для чувствования, для эмоций, для восприятий. Это самое дорогое. Поэтому мы всегда их держим и очень часто их не говорим. Как самое дорогое, вцепились и всё. Это мои чувства, это и мои эмоции. Вот очень часто боимся кому-то позвонить, кому-то лишний раз сказать, что... А вдруг он не скажет за себя. Это говорит всегда за себя. И когда мы говорим на уровне вот этих чувствований, мы раскрываем себя полностью перед своим ребёнком. А ребёнок понимает, что действительно можно себя раскрыть полностью. И раскрывает вам взамен вам себя полностью. И когда у вас идёт вот этот вот коннект, когда вы понимаете чувствование друг друга, только после этого вы можете уже чётко рассказать, когда, если у вас появляется в вашей новой семье ещё один ребёнок, вы уже со своим взрослым сыном, дочерью, либо с сыновьями, дочерями, неважно, вы уже с ними обсуждаете те моменты, которые вы можете обсуждать и со своей новой второй половиной. Тогда они чувствуют, что вы семья, остались, были и остались, семья. И неважно, этот ребёнок живёт с вами, либо ещё с кем-то. Он точно так же может общаться и с вами полностью раскрытые. Вы раскрытый, он раскрытый. И, например, там либо с отцом, либо с матерью, которые живут тоже с другими семьями. Он своим примером тогда им сможет показать, как можно раскрыться. Но как только мы начинаем что-то скрывать, как только мы начинаем говорить, да что я ему буду говорить-то, он ещё не дорос, такое я тоже слышала. Это всё, это тупик, ребят. Так, сейчас по вопросам пройдусь. Так, Светлана, добрый вечер. В последнее время по ночам онемение рук чувствую, как будто отлежала или отсидела руки, ноги в неудобной позе. Были ли у вас признаки, что это может значить? Это может значить, что нужно побольше, опять же, ходить. Лимфатически у вас удары не проходят. У вас сосудики, мелкие капилляры, у нас они очень часто закрыты по разным причинам. По причинам еды, потому что мы засоряем. По причинам того, что у нас были неправильные физические нагрузки, потому что у некоторых физические нагрузки в зале достаточно сильные, которые тоже ничего хорошего не приносят. Эти вот все протрузии у них получаются, и всё вот это вот закупоривание сосудов не очень хорошо. Вот, поэтому, что я рекомендую в таких случаях? Конечно же, начать с гуляния. Гулять много. Поспите на 2 часа меньше, но пойдите и, блин, хотя бы ночью сейчас, ну, мне кажется, что в любое время. И вот эти 2 часа интервальной ходьбы обязательно, если есть возможность, просто вы более свободный график в течение дня, ходите, 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 обязательно на растяжке. И если у вас такие проблемы, то ещё я бы рекомендовала вот от любых судорог, уже проверено ребятами, от любых судорогов, судорог. Точно так же заварите себе, либо, нет, заварите, если никаких других нет таких, чтобы это прям совсем нехороших ощущений, то заварите мяту, она тоже очень хорошо желчи гонит, и она очень хорошо прочь от мята, туда добавьте на пол-литра, пол-лимона сока, на пол-литра, вот как вы заварите мяту, сок лимона, половинки лимона, и буквально одну ложечку мёда. Сладость в этом случае нужна. Вот, и тогда у вас буквально через день, через два никаких судорог не будет. Вот, ну и, конечно же, обязательно вот много-много ходить и растягиваться. Растяжки нужны обязательно, чтобы вы сосудики свои начали вытягивать, капиллярчики начали вытягивать, чтобы дать им новую вторую жизнь. Поймала вас онлайн. Я очень часто бываю онлайн, особенно в клубе. Если вы в клубе есть, всё, у нас сейчас начинается марафон, и сейчас там я постоянно. Они менее говорят, от поджатых нервов грудного отдела, смещение довольно легко, можно получить в бытовых ситуациях. В идеале найти и пройти грамотную правку или, как минимум, инструктора КПП. Не знаю, что такое КПП, но то, что вот правка, она вообще в любом, в любых, наверное, ситуациях очень полезная. И вот сейчас вот есть, особенно в больших городах, вот эти вот всякие правила. Я, кстати, ни разу не была, очень хочу сходить. Но вот это про то, что нужно обязательно вытянуться, растягиваться, чтобы ваши косточки, ваши костные, вот костный скелет, мышечные, мышечный скелет, чтобы он вставал на место. И, конечно же, вот эта вот ходьба на пяточках, она очень полезная. Просто мне сказали, что есть в каких-то учениях, не помню в каких, что там на пятке просто резко встают. Возможно, потому что пяточки, это прямо наши заветные кнопочки. Идет вибрация по всему телу именно с той интенсивностью, которая нужна только нам, потому что это наши пятки, они сделаны под нас. Когда вы ходите на пяточках, вы, во-первых, себя так достаточно, активируетесь, чтобы не свалиться, не завалиться. И очень хорошее это упражнение. Попробуйте. Оно действительно классное и очень хорошо помогает. Спасибо, что пишете. Спасибо. Инструктор КПП. Корректный подход к позвоночнику. А, КПП. Корректный подход к позвоночнику. Да. Так. Это моя история с первым сыном. Точно так было. Как раз первым сыном были осложнения в подростковом возрасте. Да, да, да. А лучше учиться сохранять семьи. Ребят, то, что ваше, оно от вас никуда не уйдет. Но если здесь же дело не в том, что учиться сохранять. Когда вы научитесь быть максимально честны перед собой, вам даже сохранять ничего не нужно. Это же все случается. Вот эти все наши... Ну, давайте я скажу, что разрушение семьи, оно идет от непонимания друг друга. А непонимание друг друга идет от непонимания самого себя. Конечно, бывают такие ситуации, когда уже слишком... Когда ты осознался, уже достаточно поздно. Всякое в жизни бывает. Но если вам комфортно с этим человеком, если вам комфортно, не... Смотрите, тут очень важный момент. Если вы себе вспоминаете те ситуации, когда вам было хорошо с этим человеком, и вот эти воспоминания отпустить не можете, то вы не можете отпустить то, чего уже нет. А если вы понимаете, что вам с ним комфортно, но у вас что-то идет, вот какая-то вот ниточка недопонимания, есть психологи. Если вы не можете самостоятельно, пока не поздно, проработайте эту ситуацию с психологом. Это очень помогает в некоторых случаях. Действительно помогает, и вы можете просто какую-то буквально ерунду решить, которую вы, может быть, даже сами не осознаете, не видите ее. Как только у вас она проговорится, решится эта ситуация, и у вас будет продолжать быть отличная семья. Потому что, конечно же, нужно четко понимать, почему у вас такие ситуации в семье, почему у вас вот эти вот расходы, развалы идут, происходят. Лучше все это проделать, чтобы потом не было такого, вот разошлись, а потом поняли, что мы не можем жить друг без друга, обратно сошлись, а после того, как люди расходятся, обратно сойтись очень сложно. Потому что там уже идет на подсознательном уровне вот эти вот обиды, все-таки ты мог либо могла жить без меня, там еще что-то, но вот эти вот бытовые ситуации, они нас просто выстегивают, и чтобы их перепрыгнуть, нужно быть настолько осознанным уже, нужно уже быть настолько самодостаточной личностью, что, наверное, если вы такой уже есть, то у вас не будет никаких расставаний. Но если мы еще находимся не в том состоянии, то давайте себе не будем льстить, и не будем говорить, что вот я сейчас все пойму, или он сейчас уйдет, поймет, какая я классная, или поймет, какой я классный. не так все происходит, к сожалению, поэтому, если любите человека, тогда нужно садиться, разговаривать, разговаривать о чувствовании друг к другу, решать этот вопрос либо самостоятельно, либо если вы действительно оба хотите идти дальше по жизни, то тогда найти того человека, который поможет вам решить этот вопрос. Но желательно, конечно, найти профессионального человека, что каждый занимается своим делом, чтобы не идти к бабушке на село, и там, чтобы она вас разруляла. Вот мы вот так вот жили, а вы тут начинаете ерунду говорить. Нет. Сходите тогда к профессионалу, и конечно же, если он вам поможет, то это будет здорово. А если он уже не сможет вам помочь, ну как бы, что сохранять-то? Сохранять всегда нужно, но нужно сохранять только то, что есть, сохранить. Привет, Жанночка. Спасибо, пожалуйста. Светлана, спасибо. Бегаю по 5-10 километров через день. Хожу тоже вроде немало. Растяжки, какие именно? Любые растяжки, которые вам нравятся. я растягивалась одно время просто интуитивно. Вот куда тело ведет, туда и растягиваешься. Включаете какую-нибудь музыку, начинаете ту музыку, которая вам нравится. Возможно, в йоге, но я не очень хорошо знаю йогу, поэтому не могу вам сказать. Но еще могу посоветовать вам все-таки гвозди. Ребята, это великолепный инструмент для нашего тела, потому что, когда вы становитесь на гвозди, активируется каждый миллиметр всего нашего тела, всех наших нервных окончаний. Вот там, если даже что-то было закупорено, и вот с той болью, которая начинает подниматься снизу с ваших ног, оно просто будет так. Потому что, кто стоял на гвоздях, те знают, что это такое, им даже говорить не нужно. Если есть гвозди, пробуйте. Если нет гвоздей, возьмите у кого-то попробовать. Либо в больших городах есть, прям вы можете туда прийти, и они под своим руководством вас поставят на гвозди. Можете заказать гвозди. Сейчас гвозди не такие дорогие. То есть, конечно же, те, кто уже гвоздестоянщики, они себе заказывают там разные. Стоят они тоже достаточно недешево. Но можно заказать обычные гвозди. Для первого времени достаточно будет за две тысячи, за две с половиной заказать гвозди. Либо кому-то, кто ставит на гвозди. Потому что это другие ощущения, и я по себе знаю, как много всего начинает отпускать. Не только голова начинает отпускать, но и физика так прорабатывается. Потому что первые три минуты, вот когда идет эта боль, вообще лучше стоять где-нибудь либо под форточкой, либо на улице. Потому что у тебя пойдет такой жар, что тебе даже не снилось. Там никакая парилка с этим не сравнится. Причем ты не в смысле, что ты вспотеешь, а это внутренний сухой огонь. Это абсолютно другие ощущения. Света, по психосоматике почему всегда холодные руки и ноги? Почему всегда холодные руки и ноги? Ну, потому что ты какие-то дела, какие-то свои начинания, какие-то свои... Ты даже когда начинаешь мыслить, ты не домысливаешь до конца, ты себя останавливаешь. Ой, да ладно, такое не может быть. Если вот тебе вот прям что-то очень хочется сделать, какое-то действие, неважно какое, чего оно касается там, либо какого-то объекта, либо какого-то субъекта, ты начинаешь об этом думать, ты даже, может быть, начинаешь об этом действовать, но очень часто себя начинаешь останавливать, думая, что ты не можешь это сделать. Ты как бы сжимаешь это пространство, не давая хода доделать это все до конца. Дорешать всё до конца, домечтать до конца. Ты себя часто очень тормозишь на каких-то этапах, не доверяя себе. Отсюда идут холодные руки и ноги. Это недоверие к себе. Именно поэтому, когда у нас мёрзнут руки и ноги, мы хотим одеть носочки потеплее, варежечки потолще. Это говорит о том, что мы не даём себе, мы в себя не верим настолько, мы не доверяем себе, что мы даже вот это недоверие пытаемся закрыть от внешнего мира. У мужа на веганском питании были какие-то шишечки на ногах. Я ему передала совет ходить на пяточках. Он стал ходить каждый день на пятках минут по пять. Через две недели шишки прошли. Благодарю. О, здорово! Вот, ребят, да, делайте, не забывайте, не ленитесь. Вы всегда должны знать, что вы на самом деле себя так сильно любите, что вы себе почему-то не можете в этом признаться. Вот смотрите, какого бы человека в своей жизни не любили вы, если этого человека в вашей жизни не будет, вы всё равно сможете жить. А если вас не будет в вашей жизни, то вы и жить не сможете. Вы единственный, ради кого вы живёте. Поэтому делайте для себя максимально комфортно, и всё вокруг просто к вам повернётся абсолютно с другой стороны и откроется другими красками. Сход-развал. Ассоциация с автосервисом и нашими отношениями. Да. Гвозди, да. Да, Римочка отлично ставит на гвозди. Все, кто у нас были на ретрите, все. У нас, по-моему, Лара. Ну, Лара у нас зато лежала на гвоздях долго. Вот. На, по-моему, всех у нас поставила на гвозди, если я не ошибаюсь. Все у нас постояли на гвоздях. Как раз стою на гвоздях и смотрю эфир. О, круто! Я стояла на гвоздях аж целых пять секунд. И это классно, да. Даже если пять секунд, это уже начало. Самое главное, чтобы вы не отступали и идите дальше. Но очень хорошо на гвоздях самостоятельно, встать самостоятельно очень сложно. И чтобы для вас было более комфортно вот это, либо себе возьмите второго человека, который будет следить, и когда вы уже начнёте сходить с них, чтобы он говорил, подожди, ещё чуть-чуть. Вот ты же вот это... Загадайте себе что-то, замотивируйте себя. То есть, если я встану на гвозди, вот у меня будет то-то, то-то. Замотивировали себя? Вот прямо то, что вас вообще мотивирует. То, что вам кажется, что это вообще из ряда вон невозможного. Делайте это и вставайте на гвозди. И если будет кто-то рядом с вами, какая-то поддержка, которая скажет, давай, давай, дальше. И хотя бы там сначала 5 секунд, потом 20 секунд, потом там ещё сколько-нибудь. Но если вы пойдёте к профессионалам, кто ставит на гвозди, они вас поставят сразу же, ну, минуты на 3 они вас поставят на гвозди, скорее всего. Вот. И очень хорошо, если есть кто-то в вашем окружении, у кого тоже есть гвозди, попробуйте не стоять на гвоздях, а сделать себе дорожку из гвоздей. То есть там 3-4 доски, вот, если у вас есть знакомые. И вот так вот, чтобы сделать 3-4 шага. Чем дольше дорожка, тем лучше. И получается, что вы как бы не стоите, то есть у вас уже идёт вот это вот с одной ноги на другое. И всё, и вы пошли, пошли, пошли. И вот этот вот эффект, он уже к четвёртому, к третьему шагу будет прям такой вау. А если вы начинаете идти, если будут 2 человека, например, там у вас только 3 доски, да, один вас поддерживает, а второй переставляет эти доски, чтобы вы шли, 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 шли. И это будет круто. Попробуйте ещё так. Пробуйте всяко. Купила гвозди, дорогущие. Не могу стоять. Ощущение, что упаду от боли. Сильное напряжение в ногах. Да, ребят, когда только становитесь на гвозди, напряжение бывает такое, что вас начинает так треморить. То есть вот начинает вот трясти, вот прям вот настолько сильно, что у нас один мальчик, он прям чуть не упал от того, что он не мог удержаться, его трясти начало. Это действительно так есть. Но оно проходит буквально за несколько секунд. Поддержка. С поддержкой гвозди очень классно. Аппликатор Лепко подходит на первое время. Он другой. Он с гвоздями не сравнится, правда. Он тоже классный для каких-то определённых своих целей, но он те ощущения всё равно не даст. Лепко совсем у нового профиля воздействия. Да. Так. В тему отношений. После развода нет отношений. На чистых днях смогу разобраться? Конечно. А если ещё придёшь к нам на марафон, ко мне или в клубе можно поднять тему, почему ты не хочешь, почему тебе так комфортно. То есть ты же после развода, ты уже... У тебя вот такое, наверное, где-то есть, что я уже там была. Я всё знаю. Поэтому, пожалуйста, берите. Я пробовала. Если ты хочешь отношений новых, то тогда разберись в себе, почему тебе комфортно жить без отношений, что ты боишься потерять в своей свободе, что ты думаешь, что у тебя потеряется в отношениях, что ты думаешь, какой негатив ты приобретёшь в новых отношениях. Как только ты себя очистишь, как только ты поймёшь, что тебе, да, действительно этого хочется, то у тебя будут новые отношения и достаточно комфортные и честные перед самим собой, перед твоим партнёром. Тогда они будут другие, они будут лёгкие, воздушные. Те, от которых мы все мечтаем, чтобы не было такого, ой, так неохота, но надо сделать, я же должна, я же жена, я же муж, надо это сделать. Без вот этого тогда уже будет. Интересно о трактовках о холодных руках, ногах и недоверии, но с гвоздями этих проблем нет. На гвоздях ты раскрываешься, ты выходишь за границы своего сознания и начинаешь воспринимать всё по-другому. Почему многие люди, вот, немногие, хотя многих не знаю, почему некоторые люди перед какими-то важными встречами, вот я знаю просто нескольких таких, они себе выделяют 20 минут стояния на гвоздях. Не подготовки, не читают они что-то, не в медитации даже сидят, а именно вот если важные встречи стоят на гвоздях. Они выходят за рамки своего осознания, чтобы ответить на, чтобы преподнести материал таким образом, который они уже видят, не вот в этих вот листочках написанных, а за листочками. И когда люди видят этот потенциал, они до чувствования. Этот проект, это лекция, это преподнесение этой информации, она воспринимается по-другому, она воспринимается по-иному. А это всегда по-другому. Мне нравится стоять на гвоздях утром. Я, мне кажется, заряжаюсь на день. Когда ещё все спят, вообще отлично, чтобы никто ничего не дёргал, чтобы я просто была в себе. Свет, я просто поменяла никнейм-профиль для Ланы. Ты, видимо, не узнала новую аватарку. Уникальная йога. Лана, ты сейчас уникальная йога? Ну, ты меняешься. Ну, понятно, даже себе заказала к концу года. Стать миллионером. Если это ты, то отзывайся. Нам такие, нам миллионеры нужны. Спасибо, Светочка. Пожалуйста, ребятки. Привет, ребята. Привет, Злата. Этот ум не даёт стоять на гвоздях. Да. А ещё гвозди помогают от сна. Гвозди вообще от всего помогают. Там такой прилив идёт бодрости, что там какой сон-то. Там, конечно, тебя выстёгивает на какие-то там на несколько часов. И если идёт депривация сна, если идёте на депривацию сна, то очень, конечно, да, я это. И уникальная йога. Йо-хоу. Всё понятно, Ланочка. Вот. Поэтому, да, у нас как раз вот будет, который на детоксе, но на детоксе мы тоже, ну, без гвоздей мы никуда не ездим. А сейчас ещё вам всё пытаюсь записать какой-нибудь маленький рим, но хочу найти какое-нибудь красивое место. У меня же появилась новая любовь. Глюкофон. Я вам обязательно запишу. Я только учусь на нём играть. Ну, конечно, класс. Хочу ещё Ханг, но с Хангом ездить, мне кажется, это будет нереально. Он огромный. Вот. Поэтому, да, находите себе те, то, что вам нравится. И на детоксе мы тоже сделаем, наверное, же с ребятами, конечно же, ночь без сна. Как без этого-то? По болтушечке-то, чтобы там полностью раскрыться. И будет у нас вот в этот вечер, когда мы будем, ночь без сна, у нас будут гвозди, будут гвозди, чтобы зарядиться обязательно. Вот. Ну, а про ретрит, я, конечно, вообще молчу. И на ретрите там гвозди будут обязательно. Они будут, скорее всего, ежедневные. Потому что без гвоздей в новое сознание пройти, но можно, но это будет дольше. С гвоздями тебя просто и выносит. Света, умница. Спасибо. Огромное, мы рад. Да, ребят, задавайте вопросы ещё. Какие есть. И поотвечаю. Вот. И ещё спрашивают, ребят, сколько будет стоить ретрит, который будет в марте, который будет такой глубокий по сознанию. не могу пока сказать цену, потому что нам нужно посмотреть, сколько будет стоить отель, потому что нам нужно будет его точно так же желательно выкупать полностью, потому что мы не совсем нормальная публика, и хотелось бы его полностью тоже выкупить, поэтому из этого ещё будем ориентироваться. Света, какие гвозди покупать? Гвозди покупать, если вы никогда не стояли на гвоздях, то по своему опыту я бы вам рекомендовала купить одни из самых недорогих. Сейчас и на Велберис они есть, и в Инстаграме есть. Можно купить гвозди за две с половиной, и они классные, они будут нормальные, там просто будет обычная доска, то есть там не будет из какого-нибудь дуба, из там ещё что-то, они не будут либо оцинкованные, либо ещё какие-то, вам этого не надо на первое время, поверьте. Вы можете купить самые обычные гвозди за две с половиной тысячи, потом вы их продадите кому-нибудь, кто начинает стоять, если вы захотите, и возьмёте себе иные. Шаг, я бы рекомендовала взять, ну, 10, 10 миллиметров, то есть есть 8 миллиметров, но он совсем маленький, а 12 на нём бывает, что тяжеловато стоять. Вот, 10 миллиметров берите шаг, они самые стандартные, обычные гвозди, можете купить динамические, анатомические, но там большого, прям вот так вот, чтобы сильного эффекта вы не увидите. Хотя, вот, например, у меня гвозди, у меня 10 миллиметров шаг, у Рима 11 с половиной, но мои гвозди более ядрёные, вот почему-то так получилось, поэтому просто выберите, какие вам нравятся, тысячи за две с половиной, они будут отличные на первое время, я вам правда говорю, они будут восхитительные. Не надо сейчас за 10, за 12 покупать, вы потом себе уже решите, какие вам нужны, захотите ли вы, а эффект, он будет, он будет практически одинаковый. Но ещё нужно чётко понимать, что к гвоздям привыкнуть нельзя, к ним не привыкают, просто вы знаете это ощущение, которое будет с вами, и вы будете к нему готовы. Каждый раз, вставая вас, каждый раз будет выбрасывать. Да, гвозди быстро перепрошивают, да, Римочка, тема была дети и туалет, а туалет мы сделаем в закрытом клубе сейчас. Да, Жанночка, дети, про детей, мы здесь немножечко поговорили про восприятие, а место уже выбрали на детокс-марафон, который у нас 14 февраля вот будет в Сочи, ну там классный отель, тоже нам нужно полностью отель откупать, потому что мы же там будем со своими практиками, со своими байками, со своими там вот этими походами и на море, и везде, и где-то по ночам, поэтому нам, конечно же, полностью нужно откупать отель. А в марте вот этот вот ретрит, который уже будет, мы хотим его сделать в Абхазии. Там тоже нужно будет покупать отель, но мы туда даже не будем заказывать повара. Вот так вот он будет, да, проходить. Потому что здесь у нас будет, в Сочи, у нас будет повар. Вот мы все повара туда, конечно же, привлекаем. Поэтому, вот, присоединяйтесь к сочинскому ретриту, а потом к мартовскому. То есть вы себя подготовите. Все равно через шаг не перепрыгнуть. Все равно, как бы вы не захотели бы ехать там на, только на мартовский ретрит, все равно вы на него съездите, потом захотите еще на один. То есть вы поймете, что вас где-то не догнало. Хотя всякое бывает. То есть у нас же даже, пробудились же на этом, на трехдневном ретрите. Мы за три дня, нам казалось, что мы вообще ничего не успели дать. Но там такие результаты у ребят пошли. Вот до сих пор некоторые пишут, прям там вау. Даже, даже, если честно, даже я сама не ожидала. Вот. Поэтому Сочи, Абхазия. Как убрать тягу к мучному? Заходи, ты же есть в клубе. Давайте сегодня еще поговорим в клубе об этом. Потому что она, когда мы начинаем выходить на сухие дни, после каждых сухих дней постепенно начинает минимизироваться какие-то новые вкусы. Потому что мы же не на вкусах сидим, мы же на запахах сидим. Это все обман, что нам вкусы нужны, что нам вкусы дают какую-то интерпретацию с нашими эмоциями. Я сначала так думала, но потом более, видимо, глубоко туда шагнула и поняла, что это не так. Мы с ребятами это уже обсуждали. Есть у нас даже эфир в закрытом клубе. Можете посмотреть, что не вкусно. Я не помню, как он называется, но что-то подобное там. Невкусы, запахи. Запахи. Нами всем управляют запахи. Я там как раз вот это вот все по полочкам разложила. Как легче пройти этап отвыкания от еды? Отвыкание от еды легче происходит при осознании, что такое еда. Как благостно значит этап отвыкнуть от еды? Ммм, вы уже готовы. В феврале будет мягко со змузи и отварами. Да. А в марте будет жестко. Что значит пробудились? Да, тяга к булочке. Я не знаю, ребят, что значит пробудились. Я не хочу эти слова употреблять. Мне не нравится. Пробуждение, просветление. Мне кажется, просто приходит вот это вот истинное осознание и принятие того, что есть, тотальное. И тогда ты начинаешь видеть все по-другому. А вот эти заезженные слова, гуровские, мне не очень нравятся. Светочка, можете в клубе рассказать о зависимости к еде, начиная с рождения? Вы в каком-то эфире говорили, что это можно снять. Я это делаю в марафонах, рассказываю про марафонах в закрытых, которые онлайн-марафоны, то есть не в закрытом клубе. В других марафонах я об этом рассказываю подробно. О, да, поясните, пожалуйста, что вкладываешь в понятие пробуждения именно ты? Ну вот я говорю, мне не очень нравится это слово пробуждение, просветление. Это, наверное, когда идет полное осознание того, что происходит, кто ты есть, что ты есть. Вот это вот на фоне чувствований и когда ты начинаешь тотально доверять себе, полностью углубляешься в осознание честности перед самим собой, то тогда у тебя перестают быть какие-то барьеры, потому что по-честному, когда ты начинаешь, у тебя нет барьеров, ты по-честному это уже видишь, у тебя нет ожиданий, у тебя нет принятия либо непринятия, потому что это все просто есть, это факт. И в этом состоянии, когда ты начинаешь жить, конечно же, у тебя начинают, у тебя начинает весь мир раскрываться по-другому в иных красках, которые они есть, без загрязнения нашим мозгом, без пыли, которая есть на наших мозгах, и он становится настолько ярким и настолько открытым, потому что твои рамки, они уходят, их нет, их не существует, ты принял то, что есть по факту, все есть по факту для тебя, ты есть все. И тогда уже вот без этого опыления, без этого дурмана, наверное, рамочного нашего социума, ты видишь его в абсолютно ином свете. и понимаешь, что настолько все классно, и хочется тебе донести максимально до остальных, потому что когда веселиться, прийти на вечеринку и веселиться одному, наверное, не так комфортно, когда вокруг тебя много красивых, счастливых и здоровых людей. Вот, поэтому я иду к этому, я хочу, чтобы вокруг меня все больше и больше было красивых, счастливых, здоровых, веселых людей. Именно поэтому я стараюсь все это рассказывать, насколько я могу донести. Так это ж ты сама сказала так про участницу, что она пробудилась, что ты имела в виду? А, ну, ну вот это, это я имела в виду, то есть она пыль в мозгах, крылатая цитата. У нас осталось немножечко про участницу, сейчас быстренько тогда расскажу. Участница у нас я только в двух словах, потому что я не могу все открывать, если она захочет, она сама откроет это. Получилось так, что она, да, они у нас пошли на берег моря, и, в общем, давайте в двух словах просто скажу, потому что я думаю, что это не совсем корректно на большую публику это раскрывать. Получилось так, что она четко почувствовала, то есть она увидела вот этот вот мир через свет. Она четко прочувствовала, увидела и прочувствовала то, что у нее стирается, то, что есть в голове, стирается огромным ластиком, и на эту чистоту, на этот свет накладывается новое восприятие. Вот так вот. То, что она рассказала, то, что она прочувствовала, если в двух словах, то это было вот так. Вот, ребят, у нас уже время подошло к концу. Я вас всех благодарю за вопросы. Здесь, на этой страничке, увидимся еще в следующий вторник. Кто в клубе, то мы с тобой... Свет. То мы с вами переходим в клуб. У нас сейчас с вами еще эфир будет в клубе. Поговорим как раз про то, что хотели поговорить, потому что днем мне почему-то инстаграм не дала ведь тебе эфир по каким-то, видимо, своим причинам. Вот. Хотелось бы услышать о женских болезнях и их психосоматика. Напишите, про какие конкретно женские болезни, и поговорим. Женские болезни, психосоматика, это тоже достаточно интересная тема. И у меня сейчас как раз есть две девочки, и обе, кстати, из Германии, которые лечатся, и одна из них уже практически на ремиссии с раком. Вот. Это очень круто. Вот. Все, ребятки, благодарю. Пишите вопросы, кто в клубе в 20.00 через 3 минутки, через 4 минутки переходим туда. И я жду ваших вопросов. С огромным удовольствием поотвечаю, сделаю эфир. Если будет очень много вопросов, сделаю еще эфир в школе автономии на недельке. Света, можно двумя словами про бородавки? Уже не успею, иначе эфир не сохраню. Иду на 30 дней, может сделать вместе эфир, как доберусь. Ты моя красотуля, конечно, я с тобой сделаю эфир. И в Сочи приедем, и еще раз приедешь к нам в гости, либо мы к тебе, я тебя пожамкую и пообнимаю, конечно. Все. Я всех люблю, всех обнимаю. Спасибо, что вы были здесь. И до встречи.